Алексей Моресев. Лётчик, старший лейтенант, герой Советского Союза. Прототипом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» стал лётчик-герой Алексей Моресев. В начале войны, 4 апреля 1942 года, его самолёт был подбит. С тяжёлыми ранениями ног он посадил самолёт в лесу, окружённом немцами. 18 суток Алексей ползком пробирался к своим, пока его не нашли местные жители. В госпитале в Москве врачи ампутировали ему обе ноги по голень из-за гангрены. Моресеву было тогда 25 лет. Он научился ходить на протезах и меньше чем через год после ранения вернулся на фронт. О подвиге Алексея Моресева вся страна узнала в 1946 году, когда вышла книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Автор изменил фамилию героя на Мересев. Говорят, Полевой беспокоился о том, каким настоящий Моресев станет после войны. Вдруг сопьётся, тогда и книгу могут запретить. Моресев начинал читать «Повесть о настоящем человеке» несколько раз, но так и не смог закончить. Те 18 дней в лесу он старался никогда не вспоминать. Когда в 1948 году режиссёр Александр Столпер начал снимать по книге фильм, Моресеву предложили сыграть в нём самого себя. Лётчик, не раздумывая, отказался.